Всем привет, дорогие друзья! Вероника Абрамова с вами. Сейчас даже не знаю, что перечислить, психолог, психодиетолог, бизнес-тренер, коуч, что из этого нужно сегодня сказать, потому что, наверное, я ничего из этого сегодня проявлять не буду. Хотя, как сказать, почему и нет. Потому что сегодняшняя наша встреча, она вообще, можно сказать, по такому новому поводу. И, может быть, вы когда-нибудь видели, конечно, в моих тренингах, курсах какие-то такие интересные заметки. А, может быть, я иллюстрировала этими заметками свои курсы. Сегодня, в общем, мы будем говорить про творческие конспекты. Конспекты творческие, да, то есть это не урок рисования, это не про скетчи какие-то, да, это не про нечто художественное. Это в любом случае про работу с текстом, но там есть еще слово творческие, да, поэтому это что-то такое вот достаточно интересное. Вот сейчас у меня в руках планшет, и информация с него тоже транслируется, и вы можете видеть вот эти вот картиночки, которыми я люблю иллюстрировать свои тренинги, которыми я люблю иллюстрировать ту информацию, которая ко мне приходит. Мне очень нравится записывать информацию именно таким вот образом. Кстати говоря, по вот этим картиночкам мы даже можем с вами познакомиться как-то по-новому, потому что к какому-то из тренингов, я помню, рисовала о себе вот эту вот короткую информацию, как бы кто я, да, и вот вы можете здесь увидеть. Я родилась в Великом Новгороде, у вас стрелочкой показываю. Сейчас я живу в Краснодаре, училась я в Санкт-Петербурге, да, то есть здесь такая вот моя нехитрая история. А чуть ниже вы можете видеть красивый такой треугольничек, да, и с помощью этого треугольничка я иллюстрировала свои ценности. Что в этом мире, что для меня важно, да, это забота, да, даже, может, если вы когда-то присутствовали на тренинге, который я проводила, правда, даже с любовью, там тоже про любовь, там тоже про заботу, свобода, познание, семья, юмор. И вроде как бы я могла бы, наверное, текстом это написать, но, может быть, текстом это было бы не так интересно, не так схватывалась бы информация, да, как будто бы, когда мы предлагаем информацию вот таким вот способом, во-первых, это интересно, во-первых, это увлекательно, во-вторых, это как-то раз и сразу вот съедается, да, то есть раз, и оно сразу во мне, и все становится понятно. Ну, даже если непонятно, но очень интересно, знаете, так тоже иногда говорят. Давайте немножко заглянем в прошлое. Сейчас на экранчиках вы видите на скальную живопись. Можно сказать, что люди рисовали вот скейт-ноутинг, да, ноутинг просто на английском, да, получается. Вот эти визуальные заметки, можно еще, знаете, как, это может еще называться скрайбингом. У меня на столе лежат книжечки, о которых я тоже потом расскажу. Скрайбинг, визуальные заметки, визуальные конспекты, творческие конспекты. Вот то, о чем мы будем сегодня разговаривать, может еще называться вот таким вот образом. Так вот, это все существовало. И сколько там лет прошло, да, миллионов, тысяч, я не очень сильна в этой ретроспективе. И, впрочем, тогда тоже люди что-то рассказывали. Письменности не было, букв не было, были эмоции, может даже слов-то не было, да, чтобы вот как-то можно было речь какую-то, вот что-то письменность, речь какая-то. То есть с развитием интеллекта вся эта история вербальная, она на линии времени, вот если вот так вот разобрать, вот люди начали жить вот где-то вот здесь, да, там они эволюционировали, эволюционировали миллионы лет, и вот мы тут живем. Так вот разговаривать, вербально передавать информацию мы начали вот совсем чуть-чуть, да, на этой линии времени. А до этого времени мы вот так у, а эмоции, руки, жесты и картинки. В пользу картинок и того, что очень хорошо воспринимается таким образом информация, можно сказать еще и, как работает наше бессозначное, как работает наше подсознание, как работает наша память, как работают наши воспоминания. Давайте вспомним, вот, не знаю, музыка заиграла какая-то, или запах почувствовали какого-то парфюма, и тут же всплывает какой-то образ, образ какого-нибудь мужчины, например, или образ, например, какого-то веселого Нового года, да, образами у нас в бессознательном, там, в нашем подсознании хранится память. Нам поэтому так просто, когда я образно расскажу вам о чем-нибудь, это как если бы вы, вот, например, да, почему важно пить воду, да, почему, да, важно любому абсолютно человеку увлажняться, да, вот как-то своевременно. Ну, важно вроде, да, мы это все прекрасно понимаем, но если я вам предложу представить себе яблоко, и это яблоко красивое, сочное, великолепное, такое прям великолепное, а рядышком стоит еще одно, ну, знаете, про него забыли, и оно такое подсохло, и там прям, знаете, такие продольные полосочки стали. Это прям что-то очень сильно напоминает, напоминает кожу бабушки, да, или очень-очень взрослого человека, то есть смысл, понимаете, то есть вот когда мы образами говорим, почему человеку важно воду пить, да вот, вот это высохшее яблоко, а вот это сочное, вот для этого, потому что мы из воды состоим на 70%, то есть когда мы говорим образами, это лучше заходит, поэтому вот эта штука, она, собственно, вечная, да, то есть не было письменности, но визуальные заметки были, были в качестве наскальной живописи, и мы тоже можем, наверное, почитать какую-то историю. Впрочем, человечество развивалось, и дальше древнешумерские иероглифы, наверное, это так называется, мы тоже с вами можем понять. Ну вот, кстати, с лесом все ясно, как вы считаете, да? По-моему, лес очень даже лесной и очень даже похож на лес. И горы, согласитесь, тоже очень даже горные. Факел, конечно, странный, не знаю, поняла бы я, что это факел, и поняла бы я, что это человек, наверное, вряд ли. А вот, смотрите, древнеегипетские, ну, с глазом вроде ничего, все, да, как-то похож на глаз, и водичка совсем себе водная. Вот город, не знаю, не догадалась бы, огонь, даже не знаю, что мне напоминает, даже стесняюсь придумывать, про что это. А мужчина, посмотрите, очень даже сидит. Женщина, как странный корабль. Китайцы пошли уже куда-то очень сильно дальше, если честно, прям заморочились так, что их не понять в их инфографике, откровенно говоря. Вот, двигаемся дальше и видим, смотрите, какой интересный разворот. Это у нас в Средневековье. Тут тоже какие-то зашифрованные символы. Если бы средневековцы не были такими замороченными, вечно все не прятали, не создавали какие-то ребусы, квесты, мы, наверное, тоже бы что-нибудь поняли. Вот эта картинка совершенно современная. Это такая вот инфографика. Те же самые визуальные заметки, чтобы мы с вами не потерялись в аэропорту. И видите, что здесь, как на всех стандартных визуальных заметках, по всем стандартам есть текст, есть стрелочки, есть всякие полосочки, всякие буллеты, есть всякие рамочки и есть иконки. Все как положено. То есть такая вот прям настоящая организация визуальных заметок или визуального конспекта. И даже можно сообразить, что к чему, где багаж, куда идти, где прибытие. Посмотрите, туалет. И прямо вот видите, аж для всех тут есть туалет. И для женщин, и для мужчин, и для инвалидов. И даже вот женщина с ребенком тоже может, судя по всему, помощь получить. Это мы тоже с вами видим. Где еще мы можем видеть? На пачках еды, например. В телефоне иконки тоже. Может быть на любом языке, но мы пунктивно понимаем, куда нажать. Ага, вот тут трубка телефонная, сюда позвоните. Вот в этом смысл визуальных заметок. Дальше такая небольшая галерея картинок для вдохновения, которые я взяла из интернета и свободного доступа. Спасибо, дорогие друзья, кто их нарисовал. Просто хотелось показать, что такое визуальные заметки, а что не визуальные заметки. Я хочу показать абсолютно разные и свои, которые я делаю, и которые делают разные люди. Хочется что сказать? Хочется сказать, что совершенно не нужно быть иллюстратором. Вот мы, например, видим визуальную заметку принципа работы психики. Кто-то, значит, был, видимо, на какой-то лекции и выписывал важные для себя вещи. Тут мы видим заголовки, тут мы видим нехитрые совершенно картинки, мы видим буллеты различные, мы видим какие-то инсайты человека. То есть он о чем-то, собственно, думал. Вот такая вот картиночка, скажем так, более сложная. Тут, собственно, мы видим про человека, как она мыслит, чувствует и так далее. А вот как быть успешным оратором. Да, может быть, ничего не понятно, жутко увлекательно, хочется раскрасить, но согласитесь, это лучше и это интереснее, чем читать текст. Если бы вам предложили, например, сейчас прослушать вебинар 3 часа, вряд ли бы вы согласились, правильно? Вот увлекательный вебинар принципа работы психики. Просто вообще великолепный. Ну, неохота, согласитесь. Да и, собственно, 3 листа формата А4 читать неохота. Но вот здесь 3 часа могут быть запрограммированы, зашиты. И, например, какой-то спикер по этой картинке нам может великолепно все это дело распаковать. А, впрочем, можно и самим догадаться, о чем же тут было. Почему все знаем, но не делаем? Интересно. Почему чувствуем то, что не хотели бы чувствовать? Почему мы или наши близкие болеем? Любопытно. Смотрите, хочется уже почитать дальше. Но это не та тема, о которой мы будем говорить сегодня. Что дальше? Ой, какая красивая заметка. Давайте мы на нее тоже посмотрим. Здесь, кстати говоря, мы уже можем видеть с вами заодно. Сегодня мы будем общаться. И вообще, в принципе, что такое визуальные заметки, как это работает, зачем они нужны. И мы поговорим о материалах. Кстати, материалы мы здесь уже видим. Я взяла с собой совсем чуть-чуть тоже, для того, чтобы немножко продемонстрировать. Но на слайде, на картинках тоже будут и линеры, и фломастеры. И, в общем, обязательно посоветую что-нибудь. Есть у меня мои старые скетчбуки разные с рисовочками тоже взяла. Но последнее время я очень сильно люблю все оцифровывать. Мне очень сильно нравится вообще все вести в планшете. Я веду консультации, сессии. Все у меня здесь. В общем, все в одном месте. Все синхронизировано с телефоном, с облаками. Может быть, для кого-то это темный лес. Но мне нравится. Я в процессе буду потихонечку рассказывать. Но это не обязательно. Скажу вам честно, вот мне больше нравится рисовать на бумаге. Это прям такой очень творческий процесс. Этот процесс очень расслабляет. Ну, в общем, это просто какой-то кайф. Но с учетом того, что во многом это все для работы, с учетом того, что во многом это какие-то мысли, которые мне нужны дальше как-то использовать, оцифровывать с тетради не так удобно. Но кайфа, скажу, больше. Поэтому вы можете выбрать совершенно любой способ. Вы можете аналоговым воспользоваться. Можете цифровым. Посмотрите, как красиво на этой картинке. Просто как в книжке. Да, тут есть, конечно, несколько сложных картинок. Но суть скетчинга, суть визуальных конспектов, творческих вот таких вот заметок, он не в рисунках. Он в структурировании информации. Ключевое здесь не эстетика. Хотя эстетика это, конечно, очень круто. Круто, когда скрайбер или вот человек, который таким образом организовывает конспекты, он иллюстратор. Ну, это скорее, это скорее единичный случай. То есть у нас получается эстетика, логика, логика на первом месте, логика, эстетика, креатив. То есть логика самая первая. Как этот поток информации обрабатывать? Как его выложить вот здесь, чтобы я потом все вспомнил? И, в общем, люди другие тоже все поняли, о чем я тут имела в виду. Вот эта картинка мне очень нравится. Тут вообще минимум чего-то такого сложного. Да, есть одна картиночка, одна визуализация. Ну, и то, я думаю, что многие, наверное, могли бы ее повторить. Фишка здесь именно в структурировании информации. Здесь используется сразу несколько подходов. Группироваться информация на скетче, на визуальных заметках в этом конспекте может быть по-разному. Мы это тоже обсудим, да, когда у нас есть там, например, поп-корн, стратегия выкладки информации, или, например, третория, да, какая-то. Или когда мы вот так вот выкладываем информацию так называемыми небоскребами. Мы это тоже все обсудим. Каждый способ, он для чего-то хорош. То есть как течет в нас эта информация, как мы ее запоминаем, и как мы можем ее выкладывать. Вот тут все совсем попроще, да. Все, а вот это, конечно, это явно рисовал иллюстратор, что уж тут говорить. Я лично так, наверное, не повторю, хотя, если постараться, то очень даже. Вот тоже достаточно интересный информативный момент. Вот, вообще просто. Вообще просто. Тут, кстати говоря, тот самый поп-корн, потихонечку я уже накидываю. То есть как мы можем группировать информацию, когда у нас в середине заголовок, а дальше все вот так вот, как вот поп-корн выстреливает, да, дальше вот это все так и лежит. Есть какая-то информация, какие-то слова, текст, самое главное. И это обведено. Если бы это не было бы таким поп-корнистым, если бы это не было таким, как облачки, а просто ровненьким, это бы называлось рыбья чешуя, да, то есть выкладка информации. Вот мы с вами тоже видим очень симпатичный конспект. Здесь практически нет иконок. Ну, тут по мелочи 4 человечка максимум, которых все могут повторить. А все остальное присутствует. Присутствуют заголовки, присутствуют буллеты, присутствуют все вот эти вот облачка, образы, стрелочки. Все это тоже тут есть. Ну и, собственно, откровенно говоря, все это делает меня лично очень счастливой. Я огромное удовольствие получаю. То есть, в принципе, я бы с удовольствием вот ковырялась бы, изучала бы информацию, сидела бы. И обучение для меня становится еще более кайфовым, когда я использую вот это. И представьте, вот вы изучаете курсы на этом портале разнообразной, и после этого у вас получаются жутко крутые конспекты. Жутко крутые конспекты, которыми хочется делиться. Но разве это не счастье? Вот это то, что мы с вами видим, это вот уже мои заметки. Видите, у меня тут как определенный стиль нарисовывается какой-то свой. У каждого автора какой-то он свой. Вырисовывается. Может быть, даже если вы проходили курс про кризисы, как там, не помню, как он назывался, как выходить из кризисных состояний, вот эти картинки про кризис я как раз рисовала для этого курса. Вот, можно теней немножко добавить было бы. Если бы у меня было время, мне пришла эта идея, то есть эта мысль, как можно показать, как выходить из кризиса, когда я ехала в ласточке, в электричке, путешествовала в Сочи. Я очень-очень быстро в качающейся электричке нарисовала этот рисунок. В общем и целом, если мы, смотрите, добавляем сюда тени, получается, мне кажется, объемнее, интереснее. Вот, смотрите, внизу мы видим человечков. Человечки тревожные, уверенные, да. Здесь тревожность идет вниз. Можно ее красненьким закрасить. А здесь тревожность идет вверх. Вот эти картинки я нарисовала когда-то. Вот почему мне нравится, например, использовать все-таки цифровой метод, что образы остаются. Очень красивые картинки у меня, вот, например, есть в этом скетчбуке. Это чуть ли не первый мой скетчбук, но переносить их достаточно сложно. А этими образами потом можно пользоваться. Но это из бонусов. Но, опять же, это совершенно все не обязательно, потому что каждый выберет себе какую-то свою историю. Как работать с цветом, как структурировать информацию, мы с вами с этим совсем еще потихонечку поработаем. Надеюсь, вам уже это нравится. А вот смотрите, как кризис визуализирован, если сюда посмотреть. Это как дорога, по которой ты идешь, но ты уже не можешь по ней пройти, потому что что-то произошло. Ну, не можешь ты больше так уже. Ты либо можешь вот так, либо так, но прямо уже не можешь. То есть, получается, идея всего вот этого конфликта нарисована в виде образа, в виде дороги. Все. У тебя несколько вариантов. В яму, наверх, вниз. У кризиса ведь два варианта. Либо туда, либо туда. Чем мне нравятся еще, например, цифровые способы, это тем, что ты можешь стирать, передвигать. Ну, об этом я тоже потихонечку расскажу. Двигаемся дальше. Что еще здесь можно интересного найти? Ну, например, изучая тему треугольника Карпмана, как психолог, я для себя накидала вот такой вот текст. Собственно, для меня самая суть, для меня самый изюм. Я очень быстренько, запросто могу эту всю суть, и весь изюм этот выложить. Да, здесь вот у меня уже человечки появляются, стрелочки, все как положено. Текст, естественно, есть. Понятное дело, что все это нарабатывается, потому что ну, ты пока не нарисуешь, ты пока не увидишь, ты пока не посмотришь. И здорово, если вы потихонечку, прям начиная уже с сегодняшнего урока, начнете фотографировать и собирать разные иконки, которые потом можно было бы повторить. Да, вначале мы это повторяем, мы вначале-то просто рисуем, а потом это у меня уже раз и быстренько нарисовывается. Да, например, там прям есть любименькие какие-то, или любимые человечки, любимые книжки, каким образом я могу это рисовать, и мне очень нравится. Вот тут большое количество психологических методик, вот это, например, анализ отношений, да, такая очень крутая диагностика получается, но сейчас не об этом. Вот здесь тоже большое количество интересных мыслей, ну, по крайней мере, для меня, вот родовые сценарии, как можно нарисовать. Все начиналось с тетрадки, вот сейчас вот вы видите, здесь нарисована тетрадка, и я слушала какое-то видео, какую-то лекцию Майкла Роуча, ручки не существуют, и записывала свои инсайты, свои мысли. Вот, ну, давайте немножко подытожим то, о чем я сейчас говорила, такие вводные понятия. Что такое визуальные заметки? Визуальные заметки это ни в коем случае не рисунок, это всегда текст. Текст и никак иначе. То есть визуального конспекта, творческого конспекта не существует, если нет текста. Дальше это образы, да, это образы, это различные иконки какие-то, например, могут быть, уж не знаю там про что, может быть, это иконка, что это может быть за образ какой-то, то есть иконка, образ, это различные рамочки для текста, это буллеты, знаете, буллеты, это когда вот мы, например, что-то пишем и первое, второе, третье, это еще буллитами называют. Буллеты можно, например, точечками, можно, например, треугольничками, может быть, какими-то квадратиками выделять. Это заголовки мы как-то выделяем, рамочки могут быть какие-то для текста. Знаете, еще бывают такие баблы так называемые, это когда, ну, знаете, рисуется человек, он там что-то думает, то есть какая-то мысль, например, какая-то мысль может быть вот в таком бабле, например, быть. Бабл может быть какой-нибудь как облачко. Сразу, да, рассказываю, что вначале пишется текст, а уже потом это все окружается баблом, то есть вначале у нас текст, а уже потом может быть поверх поверх какой-то бабла. И это может быть мыслями какого-то человечка, который тут стоит, и что-то такой задумался. Чешет он, значит, голову и обдумывает, что-то он там обдумывает, какой-то текст, вот такой вот у нас человечек. Дальше уже много всяких может быть нюансов, как мы можем использовать цвет, тени, делать более объемными наши рисунки. И, например, этот бабл тоже. Все это тоже мы с вами потихонечку обсудим. Еще, что не сказала, это, конечно же, стрелочки. Это стрелочки, например, ну вот, нарисуем какую-то стрелочку. Стрелочка может быть какая-нибудь вот такая. Кстати говоря, один из инструментов, тоже классных, на планшете, когда можно рисовать очень ровные, специальные есть такой здесь. И очень ровные могут быть стрелочки. Раз, и она тебе стрелочку нарисовала. Например, очень ровный квадрат. Он неровный, она тебе раз и сделала. Да, вот, это возможно все с помощью планшета. Ну, от руки тоже получаются прекрасные, отличные квадратики. если они нужны, то дальше, даже больше кайфа какого-то, когда у нас именно такие получаются вещи, согласитесь, так даже интереснее. Вот, что еще не сказала, стрелочки. Давайте, мою любимую стрелочку я вам покажу. Да, какая-нибудь стрелочка, которая издалека идет и что-нибудь соединяет какую-нибудь одну мысль с какой-нибудь другой. Она, например, может быть вот такая. Это вот так в моем стиле, я такие очень люблю. У вас наверняка появится свой. Вот, наверняка кто-нибудь скажет, могла бы, например, более ровнее делать, может еще как-то. Но, я обычно не слушаю таких людей. Я, потому что получаю огромное удовольствие. Мне все понятно. Получается здорово. Вот такая, например, у нас может быть стрелочка. Итак, тексты, образы, иконки, буллеты, рамочки, баблы, так называемый бабл, пузырики, да, это получается. Разделители, линии, можно еще какие-нибудь линии, разделители придумать, например, или какой-нибудь там что-нибудь такое, да, там у вас может быть, здесь тоже что-то написано. Это по поводу, что это такое. Преимущества, например, какой от этого кайф. Во-первых, это интересно, да, и вот здесь хочется, так поставлю здесь единичку, это мы с вами первый пункт тоже отработали. Преимущества. Второй. Во-первых, это просто здорово, просто интересно, ты вовлечен, ты в этом процессе, можно сказать, медитируешь, потому что, ну, по сути, своя медитация, это тогда, когда фокус твоего ума направлен на то, на что тебе надо. И здесь ты максимально, можно сказать, в фокусе, ты максимально в информации, ты максимально здесь и сейчас, ты в таком потоке, ты максимально вовлечен. У тебя включен мозг, у тебя работает в две половины сразу, и логическое, и творческое, то есть вот это профилактика Альцгеймера и прочих разных моментов. Так, что еще тут хочется сказать? Запоминание. Вот, мы тренируем память, мощнейше буквально мы ее тренируем. Давайте мы нарисуем человека, который буквально счастлив, потому что Альцгеймер ему в ближайшее время, наверное, все-таки не светит, потому что он работает, тренирует свои извиленки. Вот такой вот у нас стоит, тренирует. Что тут еще интересного? Активизация мышления, но это я только что сказала, у нас работают с вами сразу оба полушария. Давайте мы нарисуем какое-то такое подобие мозга. Это не мозг получается, но пусть будет такое что-то. И давайте пусть он будет вот такой вот, как будто бы светится ярким светом. Мне очень нравится везде тени добавлять. Так, что еще мы тут делаем? Активизация мышления сказала, вау-эффект. Хочется добавить еще тоже вау-эффекта. От чего, собственно, вау-эффект? Вау-эффект. Как я узнала впервые об этом, скажем так, методе? Конечно же, я бывала на разных мероприятиях, и я замечала, как некоторые спикеры классно рисуют. Это же здорово. На флепчарте я даже думала, что я обязательно хочу тоже так сделать. Я думала, что когда-нибудь я этому научусь. Но на одной моей лекции у меня была студентка. После того, как я закончила, она вручила мне этот скетч, переслала мне его, и я вообще влюбилась. С тех самых пор я в это все влюбилась, я нашла, где поучиться. Я нашла все книги, которые только по этому поводу существуют, и все эти книги у меня есть. И вот прямо теперь я это очень сильно люблю. Так вот вау-эффект, да? У меня был вау-эффект. И когда вы слушаете какого-то спикера, и потом можете ему это переслать, показать. А когда я участвую в тренингах, на меня тоже постоянно все смотрят, что ты там такое делаешь. То есть всегда потом просят меня скинуть в общий чат мои рисунки, мои эти скетчи. И, в общем, я привлекаю внимание. Поэтому вау-эффект однозначно здесь у нас присутствует. А еще давайте мы поговорим о монетизации, да? Это можно и монетизировать. Ну, можно, может быть, тренинги по этому поводу проводить. Может быть, как эффектный навык, например, бизнес-тренера, коуча, спикера, эффектный навык. Может быть, даже тот человек, которому платит этот бизнес-тренер для того, чтобы эти заметки делать. Может быть, вы освоите видео-скрайбинг, потому что это все можно делать. И, знаете, такие видео, как мультики. То есть это тоже на основании всего вот этого это не так уж и сложно. И поэтому, в принципе, монетизация возможна. Кому это может быть интересно? Ну, я уже сказала, что это могут быть бизнес-тренеры, люди, которые обучают других людей, что-то там рисуют на флипчартах, например. Это могут быть студенты, которым нравится запоминать таким образом информацию. Это могут быть не знаю, кто угодно может быть, кому хочется потренировать свои мозги. Вот, наверное, все на этом, что я хотела сказать. Вот, кстати, вот этот рисуночек тоже хочется показать, что вроде как собака, да, но видим мы ее вот таким вот образом. Вроде как дом, но нарисуем мы ее собственно домиком. Вот, на этом, пожалуй, я сделаю, наверное, все. В следующем уроке мы займемся инструментами. Как рисовать, какие бывают линеры, лайнеры, фломастеры, какие купить, какие использовать и так далее. Все это обязательно будет, и чек-листы от меня обязательно. На этом все. С вами была Вероника Абрамова. Увидимся. Вероника Абрамова. Вероника Абрамова. Вероника Абрамова. Вероника Абрамова.